Вот так испытания проводились и проводятся до сих пор. Сложно даже перечислить, как много было открыто благодаря опытам в аэродинамических трубах. Это ведь с помощью них впервые практически объяснили, почему самолет, который, кстати, тяжелее воздуха, может летать. Сейчас кто-то скажет, благодаря крыльям, другие уточнят, благодаря подъемной силе крыла. А что это такое? Вот что увидели исследователи. Это крыло в разрезе, на него набегает поток воздуха. И по верхней кромке он бежит быстрее, и там давление разряжается. А по нижней, ну просто из-за формы этого крыла, он бежит медленнее, и там, соответственно, давление больше. Итак, сверху оно меньше, снизу больше, и крыло как бы тянет вверх, возникает подъемная сила. Казалось бы, в теории все довольно просто, но этого не могли понять, пока не появились аэродинамические трубы.